друзья привет это зинаш покатаемся другие сейчас время 15 минут двенадцатого дома нет ни хлеба не картошки не арбуза не куска сыра не у перепелок комбикорма нет а то что купил тогда последний зерносмесь они дробленную пшеницу не хотят сказали сама ешь сейчас наверное начале начале наверное сейчас за комбикорм за еду посмотрю что потом не возвращаться и заеду в аптеку эти рука вчера прочитала уксус приложить 6 процентный приложила вроде почти пощипала перестала сегодня встала вот такое опухла на все соду приложила кто-то написал писал мне соду нужно намочить приложить блин нету комбикорма приперепела в двух местах заехал нету сейчас город поеду там на на трассе тоже видела надо еще один хотя в мешок купить ой друзья не знаю это когда меня два или три дня назад оса укусила блин тот день сразу говорила таблетку супрастины и укол супрастина сделала второй день спала так и вчера целый день спала сегодня утром покушали перепелок почистила перепелок покормила их прилегла и опять спала вот после завтрака до 11 часов спала сейчас он уже пол двенадцатого но нет так дело не пойдет опять суду намочила чтобы она важная была а мне написали димоксазин что ли потому что опухла прям рука опухла другой реакции нету только опухла но я не знаю я уже пять лет живу с ними здесь с ними через по соседству каждый раз раньше снимать сейчас мать ушла к старшему сыну жить по соседству не знаю друзья сколько по жизни встречала и когда работала на вызова выезжали по заявлению ездили когда муж жену избивает вызов дает приезжаешь у нее такие подфарники избитая муж чаще всего пьяный начинают патруль забирать его она опять начинает плакать кричать на нас кидаться куда вы забираете родная он тебя щас только же избил бьет значит любит это мой муж и там до драки ну тогда пиши заявление зачем две минуты назад писала там рядом было зародилом две минуты назад писал заявление звонила на что помогите убивают будешь писать заявление напишет заявление ну вот два три раза такого случая было на один и тот же адрес в течение одной ночи один-два раза выезжали а то бывает через день опять на этот вызов уже вызов дают адрес какой такой-то думая блин приезжаешь на ней живого места нету омлет на лице нет фары опухшие нет это мой любимый муж но с одной стороны друзья с одной стороны причина почему женщин так пишут заявление потому что ну это хулиганка семейные разборки ну поддержит ну ладно 15 суток дадут ему сейчас честно не знаю дают 15 суток не дают 15 суток дают он приходит через положено 15 суток и ей показывают кузькину мать ах тварина ты на меня в милицию написала я зону топтал где-нибудь посидит и тот он уже все Рын и Крым прошел и поэтому женщины некоторые боятся писать заявление на мужа некоторые буквально понимают что разбьет значит любит вот даже фильм тихий дон сколько рассмотрел в детстве смотрел в юности вот недавно тоже посмотрела в те времена не знаю наверное это как-то какой-то образ жизни наверное в свое время помню слышала поговорку такую вороняться только тешатся я не знаю как можно я не знаю как можно на кольцо приехали это не кольцо это грёбаный мультфильм а на кольцо приехали и вот эти соседи блин и причем нельзя сказать что язык такой некрасиво курды живут просто непонятно и говор такой резкий вот говор резкий еще она взвизгивает кричит сама взвизгивает весь сон улетучивается на кольцо вылезли мы сейчас за машина пристроюсь ой паук за по зеркалу бегает не знаю руку в окно высунула попросила потому что видите встала я мой родной спасибо ой где вы это качурнело белая теперь траву палят ой не знаю я например по своим родителям сужу но у меня папа тоже выпивал чугреха таить вот там я мог трехэтажем за завернуть но я в жизни не помню чтобы он маму бил ударил я например два раза замужем была вам говорила ни первый ни второй муж пальцем не трону хотя первое говорила когда перед перед первым выкидышем он просто так вот не хотел сказал уйдешь я тебя убью вот от испугу такого что кто-то может меня ударить выкидыш случился а второй муж я тоже рассказывала пришел пьяный и вот ребенок грудной еще сын всю ночь просыпаешься не спишь каждые там пять минут драгоценные для сна а он давай вот выпьет и улыбается давай поговорим давай она а ты меня любишь а ты меня не любишь а ты по меня от него ты меня бросишь ты меня не бросишь мой блин давай спать и слово за слово и он не так под затыльник у меня сон пропал горшок пластмасса взяла от детские и ручкой по голове по голове по голове он закрылся смотрю лежит стонет думал дом блин мужик ревет думал может ему голову разбила а потом гла руки от лица убирает и смеется этот ни хрена себе первый раз жизни меня баба избила не смей на меня руку поднимать вы знаете вот когда работала на малолетке нас женский состав с изолятора с детской колонии со всех учреждений отправляли в женскую колонию в четверг четверг знаете как профилактические такой этот шмол делать то женская колония о там контингент количество очень большое там и девчонки малолетки и взрослой женщины да и пока в изолятор работала там женщины сидели разговаривала есть случаи когда их осуждали за то что они оборонялись и убили и мужа или мужа или сожителя вот поэтому не знаю друзья я не судья осуждать никого не могу поэтому это такой вопрос и сами наверное не видели недавно видели процесс у нас такой был поэтому это страшное дело вроде бы с одной стороны смотришь это знаете семейные проблемы семейные разборки и ведь со стороны не вмешаешься вот я говорила одна из причин почему я переехала с квартиры внизу у нас квартиранты долг длительное время живут я не знаю их там сколько детей она по уму по несколько раз в год могла рожать умудрялась и вот там тоже постоянно крики постоянно шум и постоянно он ее бьет постоянно она рожает потом как побьет так она беременна и как побьет так беременна и пару раз спускалась вот как во время когда они вот этот крик шум драка была спускаюсь она открывает вся в слезах в соплях размазана такое лицо я говорю ребят вы чего молодые ну чего это такое и причем не не муж а женщина начинает орать иди отсюда нет нет не твое дело вы чё думаете а второй раз пойду туда да провались она поэтому друзья даже даже не знаю как себя вести в подобных случаях вот ночью всю ночь не спала потому что соседи а сейчас утром вышла пошла к перепелкам чистить клетки у них мир дружба жвачка она щебечет он басит вот ладно друзья сейчас я остановлюсь это здесь есть этот комбикорм продают как озабоченная езжу по сторонам глазею купила друзья я один мешок комбикорм не такой которых хотела вот больно здесь продавец парнишка толстый толстый хорошенький такой он мне карта те вот такой возьмите не знал кто по национальности он вот эти вот такой возьмите я когда мне такой серый нужен с крупинками вот эти вот такой еще лучше тут эту 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 объяснил вот ягод хотите вам открою мешок покажу когда не надо ты вижу не таки я вам завяжу обратно взял раскрыл мешок показал таки только сухим давайте сухой корм давайте рядом водичку поставьте туда-сюда молодец но продавцы такие должны быть друзья мои ой кондер ключу вот своим перепелкам сейчас еще в одно место заеду друг там есть такое такое хотя зачем я уже один дела не буду никуда заезжать а может остановлюсь посмотрю вот такие дела а здесь и не то здесь там дыр самса что там еще есть кафе заправка автоэкспресс где-то здесь я видела аминомасло донер монер короче нету здесь нигде ладно други я собралась в магазин да и на булака куплю продукты и назад потому что время обеда уже приближается ладно нету значит нету главное купила а то блин птичку жалко они вот эту пшеницу дробленку не едят такие дела друзья поэтому не знаю почему почему мужчины поднимают руку на женщину возможно зависит от воспитания многие выросли в такой семье считая считают что это порядке вещей что отец бил мать и он бьет жену хотя так разобраться я не знаю но не знаю все равно оправдания нету а вот это бьет значит любит я вообще никогда не понимала и понимать не хочу если один раз ударил избил или ударил хоть спорьте со мной второй раз будет рано или поздно но будет как говорят про ложь единый же солгав так и про это это мое мнение чисто поэтому если мужчина избил женщину потом на коленях ползает подарками задаривает ну может быть некоторые все прости милая больше когда никогда так не буду делать называется ложь ложь пердешь и провокация ой извиняюсь ну так говорят же ладно друзья мои сейчас светофор болтать не буду а то меня опять тапки полетят как вы так можете за рулем разговаривать ну я вот сижу и толку что я разговариваю толку я что молчу я что на дорогу не смотрю да в это время наоборот удвоенное внимание а бывает и молча едут смотрят на дорогу могут кому-то в задницу вписаться или в столб какой-то поэтому я считаю не надо никого осуждать а то что допустим мне там умные женщины пишут в кавычках умные надо так сделать надо так сделать друзья мои я нахожусь в таком возрасте когда уж человека не переделаешь если сам человек не захочет а я такая какая есть опа и на мне светофор зеленый перестал гореть правильно я говорю конечно правильно сейчас ребенка не переделаешь ребенок все равно по-своему будет делать ну не во всех случаях но чаще всего поэтому вот когда я в лаку подъезжаю и всегда смотрю по сторонам думаю вдруг увижу племянницу старшую дочь брата вот считайте брат уже второй год пошел как нету и он семь восемь лет назад разошелся вот восемь лет я ее не видела еще столько бы не видеть кто не в курсе посмотрите мое видео не нужны мне дети брата я там потом в последующих видео объясняла свое отношение такое не надо мне говорить ой как ты так можешь это твои племянницы это дети твоего брата таких детей не то что племянниц таких детей иметь и врагов не надо ладно други поехала я помчалась оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп ах как красиво я развернулась сам себя не похвалишь никто тебя не похвалит это я знаю точно так к смолу подъехали а что здесь машин так много даром что-то дают а вот сюда встану я а вот так вот все, други мои пошлите в магазин заехала в магазин, друзья сейчас на светофоре стою прослушала те кусочки видео которые записывала там звук что-то прям потише ну как-то разговаривала сейчас решила погромче немножко говорить заехала в магазин купила один арбуз купила лоток яиц купила маме активи вот эти маленькие в баночках так что я купила еще картошки купила в один пакет крупную картошку в другой пакет мелкую картошку чтобы мундире творить купила одну скумбрию копченую в вакуумной упаковке так что я еще купила арбуз я сказала сейчас чек посмотрю пока на светофоре стоим так сыр купила два вида один украинский один белорусский и все что ли и все там такого хлеба нету кирпичика мама кирпичик есть сейчас заеду куплю хлеб кирпичик и куплю блин себе этот пирог но ничего не могу с собой сделать люблю вот эти вот сладости все таки наверное организм наверное свое требует я сейчас сахар чай без сахара пью варенье в основном вчера вечером только варенье немножко курючное поела попила с чаем чай попила с вареньем а вот иногда хочется это сладенького жизнь и так такая вся не сладкая такой сладости поесть я помню у нас сотрудница была охуне я извиняюсь на меня попа попа была она сладости трескала все говорят ну куда ты столько ешь и так задница в дверной проем не проходит она так по попе хлопает и говорит пускай растет на радость маме довольна пофиг мой рост был пускай растет на радость маме взрослая тетка такие дела я не знаю друзья я каждое видео когда начинаю здорово я говорю здрасте или пока это ваша Зинаш я не говорю что Зейнаш я говорю Зинаш нет мне пишут Зина Зина ну посмотрите на меня где увидите Зину я не вижу я вижу Зинаш Мурзагалиевну вчера одна подписчица написала меня зовут Антонина я из города Павловский Пасад передайте мне пожалуйста привет Антонина привет всем друзьям привет всем другим я вот иногда у самой у меня у самой мысли такая бывает думаю выписать список и передать привет всем по отдельности ну не по отдельности так в одном видео а потом думаю блин ну всех например не вспомнил а люди обидятся поэтому друзья я вам всем передаю привет всем всем большая благодарность всем спасибо друзья мои я вот сколько смотрю комментарии к своим видео настолько все адекватные такие грамотные люди вот приятно читать комментарии прочитала все каждое и сердечки поставила даже тем кто написал не очень ские там ладно твоего ума никому не дашь а переубедить человека зачем эти человек считает что это черное его редко на переубедить что это белое хотя есть умные люди которые напишешь скале скажешь они потом соглашаются года на самом деле оказывается так поэтому ох здесь ох а здесь что такое забор убрались какие-то ангары построили ничего себе это я сколько уже я что-то давненько да не выезжала уже на нам с неделю наверное не выезжала в город смотри там какую-то хибару построили что ты будешь делать родной сил виситте по телефону охотарит или чё там сейчас время уже пола половина первого сейчас хлеб возьму так чудеса за очередь такая здесь что за очередь такая она сейчас вам покажу что за вереница собак хотел сказать машин ладно пошла магазин мой другие салоха блин закрыла заднюю дверь пошла магазин в один во второй сходила пришла передняя дверь открыта не закрыла вот такое бывает вот чучундра да ой блин сейчас еду стость то по той стороне по обочине собака идет худая худая идет голову опустила и что-то глянула а у нее прямо вот этот нос оторван висит ой 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 аж не могу как мне жалко от этих бездомных собак кошки как-то не проще они где-то близко к жилищу чё ты ко мне прилипы блин едешь блин привязался в сзади видно вам шелтый автомобильчик блин машина на солнце оставила там где магазин хотел за хлебом знаете на солнце так шарковато но по ночам уже прохладно другие правда утром второй день пол восьмого встаю из того что спать хочу смотрю на термометре 20 градусов но ночью прохладненько вечером даже дать такую теплую рубашку сверху накидываю осень господа осень наступает доехала домой оставила машину смотрю у меня там где укус осы прямо горячая горячая красная решилась прийти сюда процедурный у нас почти круглосуточный и мне девчата сделали здесь поставлю систему ну типа гемодеза чтобы почистить кровь вот лежу он целая бадья висит молчу лежу а куда денешься ладно други давайте ваша зинаш